Саммит между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдёт на сингапурском южном острове Сантоса. Об этом сообщил Белый дом. Он активно готовится к мероприятию, запланированному на 12 июня. Представитель президентской администрации Сара Сандерс написала в Твиттер, что местом проведения встречи может стать отель Капелла. Она также поблагодарила сингапурцев за гостеприимство. Эксперты говорят, что место саммита будет удобным для сил безопасности. «Капелла находится на Сентосе, курортном острове. То есть можно будет всё перекрыть, не затрагивая основную часть Сингапура. Кроме того, Капелла расположен на Сентосе вдали от других отелей. То есть место для саммита будет ещё безопаснее». Итоги встречи предсказать сложно. Многие надеются, что она принесёт мирный договор. Официально война на корейском полуострове 1950-1953 годов завершилась временным прекращением огня. То есть технически Южная Корея и её союзники по-прежнему находятся в состоянии войны с КНДР. Эксперты считают, что мирный договор возможен, но преград для него по-прежнему много. «Возможно, в Сингапуре подпишут какой-то общий документ, который формально на бумаге положит конец Корейской войне. Но проблема в том, что враждебные действия на корейском полуострове пока не завершились. КНДР вооружена до зубов. Присутствие военных Южной Кореи и США тоже большое». Возлагают надежды на саммиты обычные люди. Японка Миса Маримото мечтает ещё раз встретиться со своей сестрой-близнецом. Более 30 лет назад она пропала. Подозревают, что её похитили северокорейские агенты. «Меня зовут Миса Маримото. Я ищу свою сестру-близнеца, которая пропала 34 года назад в возрасте 20 лет. Есть большие подозрения, что она в Северной Корее вместе с другими похищенными. Я верю, что она не сдаётся и ждёт помощи». В 2002 году Северная Корея признала, что в 70-е и 80-е годы прошлого века похитила 13 японцев, чтобы сделать из них шпионов. Пятеро с тех пор вернулись в Японию. Однако Токио подозревает, что похищены были сотни. В Париже продолжаются протесты против спорной реформы государственного железнодорожного оператора СНСФ. Несмотря на это, Сенат Франции одобрил преобразование. За проголосовали 240 из 348 законодателей. «Законопроект, как сказал министр, справедливый. Я надеюсь, что реформа и заявления правительства о долге разрешат социальный конфликт, который слишком затянулся. И я рад, что правительство и президент республики не сдались даже под давлением профсоюзов». Правительство Франции утверждает, что реформа необходима для укрепления железнодорожного сектора. Долг корпорации СНСФ превышает 45 миллиардов евро. При этом у её сотрудников много льгот. В то же время пассажиры жалуются, что обслуживание ухудшается. Новый закон предусматривает отмену для новых сотрудников СНСФ пожизненных контрактов, ежегодного повышения зарплаты и досрочного выхода на пенсию. Тем самым железнодорожников приравняют к обычным наёмным работникам. Сотрудники СНСФ считают, что такие преобразования ухудшат условия труда. Они протестуют уже два месяца и обещают продолжить забастовки. «Забастовка не закончена и может быть продлиться всё лето. Она даже продолжится в сентябре и октябре. Это движение не скоро закончится». Между тем президент Эммануэль Макрон пообещал довести реформу до конца. Несколько его предшественников уже пытались справиться с этой сложной проблемой, но у них не получилось. Организация американских государств ОАК приняла резолюцию, которая открывает путь для приостановки членства Венесуэлы в этой группе из 34 стран. Поводом послужило недовольство результатами выборов, согласно которым на второй срок избрали преемника Угачавеса Николаса Мадуро. «Результат голосования по обсуждаемому вопросу следующий. 19 голосов за, 4 – против. 11 воздержались. Резолюция утверждена». Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. Оппозиция, США и некоторые латиноамериканцы страны назвали голосование сфальсифицированным, а также обвинили Николаса Мадуро в установлении диктатуры и разрушении некогда процветающей экономики Венесуэлы. Министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что власти его страны резолюцию ОАК не признают. Он также сказал, что документ позволит США продолжать вести экономическую войну против социалистического правительства Мадуро. Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. Инфляция достигла трёхзначного показателя, а национальная валюта обесценилась. В стране не хватает продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости. Критики винят в сложившейся ситуации неумелое управление Мадуро. Сам президент утверждает, что всему виной – внешние враги Венесуэлы. Новые жертвы в Средиземном море. Очередная лодка с мигрантами из Африки затонула у берегов Туниса. Об этом сообщил в Женеве представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Погибших, по всей вероятности, больше сотни. «52 человека погибли во время кораблекрушения у берегов Тунисской провинции Сфакс. Это подтверждённые смерти. Всего в лодке было 118 беженцев и мигрантов. Около 60 человек пропали без вести. Спасательную операцию пока приостановили из-за плохой погоды. Скорее всего, эти 60 пропавших тоже погибли. Поэтому жертв в целом может быть больше 110». Сигнал бедствия поступил в ночь на воскресенье. Как сообщается, судно было перегружено, и капитан с него сбежал, чтобы избежать ареста за нелегальную перевозку людей. Нескольких человек удалось спасти. Благодаря усилиям Евросоюза и прибрежных стран Северной Африки поток нелегальных мигрантов через Средиземное море в этом году сократился. Однако многие всё же продолжают пускаться в опасные путешествия. «За 2018 год в Средиземном море погибло 646 человек. Таковы данные на 29 мая, то есть без учёта последних жертв. УВКБ ООН выступает за безопасные маршруты для беженцев, чтобы можно было избежать этих напрасных смертей». С начала этого года в Европу прибыло более 32 тысяч мигрантов. Уже в этом месяце Ростов-на-Дону примет четыре матча Кубка мира по футболу. Но многие болельщики столкнулись с проблемой проживания. Почти все номера в гостиницах забронированы, цены на квартиры взлетели, а места в хостелах недоступны. Менеджеры бюджетных отелей объясняют это тем, что российское законодательство не позволяет повышать цены. Из-за этого сдавать общие номера невыгодно. «Так как номера у нас восьмиместные, шестиместные, наше правительство сказало, вы эту сумму делите на восемь. То есть получается, что мы можем продавать хостелы, свои места в хостеле по 200-300 рублей с человека. Это даже меньше той суммы, которую мы продаём в обычное время. И хостелы ушли в подполье». Если раньше владельцы отелей законы нарушали, то теперь боятся. Перед чемпионатом могут грянуть проверки. Тогда придётся платить штрафы. Впрочем, в хостелах обещают начать сдавать номера перед началом соревнований. В городе также есть семьи, готовые бесплатно выделить гостям комнату в своей квартире. Единственное условие – родным языком арендатора должен быть английский. «Мои родители изучают английский язык, чтобы комфортно путешествовать. И это была бы хорошая практика». Такие семьи даже готовы проводить досуг вместе с гостями. «Погружая в среду семьи, это значит, что мы будем предлагать им заниматься теми же интересными делами, которыми мы занимаемся в свободное время. Время от времени мы выезжаем на природу, катаемся на вейкбордах». Ростов-на-Дону входит в число 11 российских городов, которые примут международный турнир. Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля. Чучело ястребов, пеликанов и коршунов встречают посетителей в Новом музее естествознания в Тель-Авиве. Они стали частью отдела, который рассказывает о масштабной миграции пернатых из Африки в Европу через Израиль. «Главная цель музея – сделать людей ближе к природе». На строительство этого ультрасовременного здания и создание экспозиции потратили 40 миллионов долларов. Открытие постоянно откладывали. Свои двери музей, наконец, распахнёт перед посетителями в июле. В залах можно будет увидеть пять с половиной миллионов экземпляров разных видов животных и растений со всего мира. Особое внимание уделяется эндемичным растениям и животным, которые исконно существовали на территории Израиля и Ближнего Востока. «Интересно, что здесь представлены очень редкие животные, которые когда-то жили в Израиле, но теперь уже нет. Например, сирийские медведи, которые были здесь до конца 19 века». Большую часть средств на строительство музея выделил американский миллиардер Майкл Стейнхарт. Организаторы музея говорят, что хотят рассказать людям о природе и окружающей среде, а также о роли человека в разрушении многих экосистем. «Мы хотим, чтобы люди узнали о разнообразии, о важности разнообразия, а также поняли, что современные кризисы возникают, поскольку человеческое развитие вредит разнообразию». Эксперты также отмечают, что будущее оставшихся животных зависит от осведомлённости людей и их желания сохранять природу. Короткое прощание на берегу, и француз Бенуа Леконт заходит в море. От японского города Тёси начинается его рекордный заплыв через Тихий океан. В случае успеха он станет первым человеком, который его пересечёт. Первые несколько сотен метров вместе с Бенуа решили проплыть и его дети – Анна и Макс. Но вот пора прощаться и с ними. Пловца ждёт команда помощников на сопровождающем судне. «Бен, как дела?» «Отлично! Мне понадобилось немного времени, но я уже в воде и готов плыть». «Как ощущения?» «Сейчас слишком много всего наслоилось. Сложно описать. Но всё это очень захватывающе. Я с нетерпением жду грандиозного заплыва». К заплыву через Тихий океан Бенуа готовился семь лет. Ему предстоит преодолеть 9100 километров. Энтузиаст будет плыть по 8 часов в день. Ожидается, что путешествие продлится полгода. Завершить его француз планирует в Сан-Франциско. Этим заплывом Бенуа-Леконт хочет привлечь внимание общественности к загрязнению Мирового океана, в частности пластиком. Во время путешествия группа поддержки будет собирать данные об экологии Тихоокеанских вод. Потом их передадут 27 научным организациям. «Для француза это второй грандиозный заплыв. 20 лет назад он уже покорил Атлантику. То достижение Бенуа посвятил отцу, умершему от рака». Традиционными песнями приветствуют индейцы американского штата Орегона возвращение старинных реликвий. 16 экспонатов прибыли из Британского музея на этнографическую выставку, которая продлится год. О существовании этих артефактов в конфедерации племён общины Гранд-Ронт узнали 35 лет назад. «Антрополог, видимо, из университета штата Орегон, побывал в нашем племени в 1983 году. Он писал диссертацию, и у него были фотографии. Он показал их нам, и мне захотелось вернуть реликвии во что бы то ни стало». Экспонаты хранились в Британском музее с начала прошлого века. Их пожертвовал частный коллекционер. Переговоры об организации выставки в Орегоне шли почти 20 лет. «Британский музей даёт в аренду экспонаты другим музеям сотни раз в год. Но этот случай особенный. Эти артефакты собрали в 70-х годах XIX века. Они пришли из этого племени и теперь вернулись к потомкам. Многие из них никогда не видели таких изделий». Экспонаты для выставки помогал отбирать потомок индейцев Трэвис Стюарт. «Некоторые экспонаты созданы несколько сотен лет назад. Такого больше не делают. На побережье штата Орегон были эпидемии, и 98% коренных жителей умерли». На территории штата Орегон жило племя индейцев Калапуя. Сейчас осталось примерно 4000 потомков этой народности. «Когда Чика начал прихрамывать, его хозяин сразу забеспокоился. Но он и подумать не мог, что это агрессивная форма рака». «Мы были опустошены. Мы плакали и не могли в это поверить». Опухоль, которая появилась на правой лапе в обычной ситуации, означала бы ампутацию. Но благодаря первой в Австралии онкологической клинике для животных, этого, возможно, удастся избежать. «Технологии, которые здесь представлены – самые передовые в своём роде в Южном полушарии». Здесь животным делают химиотерапию и облучение, так же, как в подобных больницах для людей. Это не гарантирует полного излечения, но результаты есть. «Определённо мы можем помочь им почувствовать себя лучше. Часто мы можем продлить их жизнь. И главное – повысить качество жизни». Каждый сеанс химиотерапии длится 20 минут. «Вот участок лапы Чика с опухолью. Сюда мы направляем радиацию». Всего после недели лечения Чика чувствует себя лучше и смелее опирается на больную лапу. Лечение недешёвое. В зависимости от типа раковой опухоли оно может стоить от 2 до 10 тысяч долларов. Впрочем, Ахмед говорит, что денег не жалко. «Пара тысяч долларов – ничто по сравнению с тем, сколько люди теряют в казино». Это мнение разделяет и хозяйка этого бордер-колли. Дасти снова бегает за палками в парке после полного курса химиотерапии. Опухоль была у него в носу. «На снимках мы сразу увидели, что опухоль уменьшается. Это были отличные новости». На подобные отличные новости надеются хозяева и других пациентов этой клиники. Одна секунда – и эта пиренейская рысь, почуяв запах свободы, устремляется на просторы Андалусии. Эту представительницу семейства кошачьих вырастили в неволе испанские зоологи. Теперь она внесёт вклад в восстановление популяции своего вида в дикой природе. В прошлом пиренейская рысь была широко распространена в Испании и Португалии. К началу XX века их было 100 тысяч. Однако к 2005 году этих больших кошек осталось лишь около сотни. Они считались самыми редкими в мире. Программу по разведению спонсировал Евросоюз. К настоящему времени количество рысей удалось увеличить до 156. «Очень трогательные моменты. Я уже выпустил в природу более 200 рысей, выращенных в неволе. Делая это, я каждый раз говорю. Теперь ты сама по себе. Нужно выживать самостоятельно. Нужно приспособиться, вписаться в группу. Нужно найти себе место и защищать его». Пиренейская рысь в два раза меньше обычной. Охотится в основном на кроликов и птиц. «Больше всего поражает грациозность рыси. Она считает себя королевой природы. Когда она видит человека, то как будто говорит «Хорошо, я позволю тебе оставаться на моей земле». Пиренейские рыси исчезали в основном из-за эпидемии среди кроликов, а также сокращения ареала. Программа по разведению проходит в четырёх центрах в разных районах Испании и Португалии. В неволе живёт около ста особей. Когда котёнку исполняется год, его выпускают в зикую природу в определённый регион. Место тщательно выбирают, чтобы увеличить генетическое разнообразие популяции. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова